Добрый день дорогие судоводы и огородники, с вами Светлана. В этом видео я расскажу о подкормках огурцов во время плодоношения. И не только во время плодоношения, а каким удобрением подкармливать огурцы с самого начала, чтобы они хорошо начали расти. Перед любой подкормкой надо обязательно промочить землю, простой чистой водой. И вот первая подкормка, после того как мы высадили огурцов, это будет через 2 недели, я удобряю их дрожжами. Дрожжевая подкормка не имеет в себе никаких микроэлементов. Это просто стимулятор роста, который помогает нарастить корневую систему и нарастить листовую массу. Чтобы приготовить дрожжевую подкормку, берем 3 литра воды и туда бросаем дрожжи. Сначала их хорошо раскрошим, чтобы были маленькие кусочки, тогда они быстрее забродят. 100 грамм дрожжей, таких сырых или 30 грамм сухих. Туда обойти 3 литра с дрожжами, еще ложим 100 грамм сахара и оставляем бродить. Бродить должно или сутки, или двое, все зависит от дрожжей, какие дрожжи и как оно быстро перебродит. Ставим эту закваску в теплое место и она бродит. Потом, когда она будет готова, берем 200 грамм и выливаем в 10 литровое ведро воды. И это будет наш поливочный раствор. И в это ведро, в эту подкормку можно добавить еще какие-нибудь добавки, например, как гумата, 50 миллилитров. И это будет прекрасная стимулятор роста и плюс еще микроэлементы. И растение очень быстро пойдет в рост. И после дрожжевой подкормки, через 10 дней, можно полить нашатырным спиртом 2 столовые ложки на 10 литров воды. Это получается, как азотное удобрение, тоже даст хороший толчок для роста. Плюс запах нашатыря, не любят медведка, не любят слизни. И они уйдут с того места, где вы посадили огурчики. Вот у меня есть уже такая подкормка. Она пробродила. Наливаем вот 200 грамм. Вот. И это будет на 10 литров воды. И поливаем вот так вот все молодые растения. Дрожжевой подкормкой можно подкармливать всего лишь 2-3 раза в начале роста. И в дальнейшем подкармливаем мы огурцы каждые 2 недели органическими удобрениями. Чтобы вырастить хороший урожай огурцов или других любых овощей, им необходимо хорошее питание. Первая из подкормков это подкормка золой. Зола это уникальное удобрение, комплексное, неродной подкормки, нисколько микро и макро элементам, как золе. Золу можно использовать по-разному. Можно, например, взять стакан сухой золы и подсыпать под каждый кустик наших огурцов. Но оставлять так нельзя. Их надо немножко взрыхлить и обязательно сразу полить. Иначе пропадут тенок. Микроэлементы зола потеряют свои свойства. Теперь мы зарываем. Можно так удобрять все любые овощные культуры. Также можно удобрять просто обыкновенным золиным раствором. Не посыпать. Взять стакан золы, высыпать в ведро с водой, хорошо-хорошо перемешать и сразу поливать овощные культуры, в том числе огурцы. Еще можно приготовить маточный раствор золы. Для этого мы берем на одно ведро чистой воды, берем 2 литра золы, всыпаем сюда и где-то сутки настаиваем. Потом мы берем через сутки, хорошо взбалтуем. Обязательно надо поднять снизу все остатки золы, которые не растворились, чтобы больше питательных веществ попало в наше растение. Хорошо-хорошо перемешиваем. Вот такой мутный раствор. Появляются кусочки золы. Потом берем это маточный раствор. Вот один литр, вливаем простое ведро с чистой водой. Все, для полива готово. Если огурчик вот такой закрученный, это означает, что не хватает калия. А в золе очень много калия, поэтому как раз сейчас заодно и польем. Под каждый кустик я лью где-то литр зольного раствора. Также можно золой обрабатывать по листьям. Для этого мы берем 300 грамм золы. В одной литровой банке 500 грамм золы. А 300 где-то будет вот так вот. 300 грамм золы. Берем, вливаем в трехлитровую кастрюлю с водой. И кипятим это 30 минут. Потом даем настояться 5 часов. И добавляем эти 3 литра в 10 литровое ведро воды. Чтобы было в общем 10 литров. Добавляем в это ведро 2 столовые ложки жидкого мыла. Процеживаем хорошо и опрыскиваем растения. Это будет не только питанием хорошим по листу. Но также будет защита от болезней. Такой как мученистая роса. Вторая подкормка огурчиков. Это коровяком или куриным пометом. В этих удобрениях тоже очень много питательных веществ для наших растений. Коровяком мы берем 1 третью часть. То есть если мы берем одно ведро коровяка. Заливаем тремя ведрами воды. Нужно дать коровяку прибродить в течение 10 дней. И потом берем литр коровяка. Выливаем 10 литровое ведро воды. И опять же поливаем растение. Если мы берем куриный помет, то куриный помет более насыщенный. Поэтому мы растворяем его 1 часть к 10. Одну литровую кружку. Если маленький огородик куриного помета на 10 литров воды. И также оставляем его бродить. Как только прибродит. Берем одну кружку этого настоя. Иливаем 10 литровое ведро воды. И также поливаем каждое растение и огурцы. Это будет очень хорошая подкормка питательная для огурчиков. Тоже очень хорошее. Это третье удобрение для огурчиков. Это зеленое удобрение. Зеленое удобрение мы делаем из разных трав, которые растут именно у нас под ногами. Такие самые лучшие. Это как крапива. Здесь очень много питательных веществ для наших растений. Листья лопуха. Тоже очень хорошие, питательные. Даже можно фрукты какие-нибудь добавить. Даже хорошо очень добавить щепотку сухой травы. Сухая трава вырабатывает при брожении сенную палочку. А эта сеная палочка борется с разными болезнями. Такими как фитофтора. Очень хорошая подкормка по листу для огурцов и других растений. Это перепревшего сена. Вот такая травка сухая, которая почти уже перепрела. Мы берем ведро травы и ведро воды. Заливаем и наставим 2-3 суток. Потом берем, процеживаем и опрыскиваем по листу. Это будет не только хорошее питание. И защитит ваше растение от мочнистой росы, от грибковых заболеваний. Так как при брожении сухой травы вырабатывается сенная палочка. А сенная палочка входит в состав китоспорина, который борется против грибковых заболеваний. Еще очень хорошее питательное удобрение это с хлеба. Удобрение, которое мы делаем с сухариков, продлевает срок роста огурцов. И урожая у нас будет больше. Для этого мы берем 5 литров воды и 1 батон. Батон желательно брать или черный, или серый, но не белый. 1 батон заливаем 5 литрами воды. Сверху ложим гнет, чтобы хлеб сверху не плавал, а был под водой. Оставляем это бродить где-то на сутки. Когда раствор перебродит, добавляем в него 10 мл йода. В бутылочке 20 мл мы добавляем 10 мл и добавляем воды до 10 литров. Хорошо все смешаем и процеживаем. Йод получается не только как удобрение, но еще так же само борется против различных заболеваний. Опрыскиваем таким раствором вечером раз в 10 дней. После обработки таким раствором огурчики зазеленеют, плодоношение увеличится и срок плодоношения тоже увеличится. Огурчики будут плодоносить до глубокой осени. Итак, эти все натуральные удобрения помогут вашим растениям расти и не болеть. Хочу показать свой. Вот такой смешной огурец. Это я посадила белый огурец. Вот такое впечатление, что он не настоящий какой-то. Как-то он не воспринимается как огурец. Наверное, бы садить не буду. Но посмотрим, пускай растут. Ну все, всем пока-пока. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok